виталий приветствую тебя получается мы с тобой две недели уже не виделись чуть больше есть что обсудить тем более что ранее мы предупреждали что на рынках будет жарко потому что тогда мы настраивались и заседание опек под комментарии паула под движух по доллару в принципе оно и произошло мы видим что индекс американской валюты на многолетних максимумах очень сильно поджимает рисковые инструменты тенденты очевидные мощные и после пятничного выступления паула на симпозиуме в джексон-колли стало наверное понятно или может быть яснее для тех кто еще сомневался в том что фрс пока не планирует отказываться от той политики которую он проводит политики более высоких процентных ставок даже несмотря на то что два месяца назад когда был опубликован июльский отчет по инфляции был зафиксирован спад по индексу потребительских цен с 9 1 до 8 с половиной процентов но отмечу что американский регулятор по-прежнему считает что еще рано говорить гоп не перепрыгнули потому что инфляция повсеместно в мире растет видим что происходит с ценами на газ которые по даже самым скромным прогнозом уже через месяц может быть с небольшим по мере углубления скажем так осенне-зимнего сезона цены на газ могут превысить 4 или даже 5 тысяч долларов за тысячу кубических метров в принципе при той динамике которая развивается последние недели это вполне реально повышение цен на газ толкает вверх и на потребительских цен он растет в англии самый сокрушительный показатель сейчас 11 10 и 2 по моему странах леса я думаю что тоже месяца другое мы увидим двузначные на уровне и а это очень сильно ударит по платеж способности европейского населения покупатель способности взумеется по темпу экономического роста и так далее со всеми утекающими отсюда последствиями это вернуться к индексу американской валюты я на своих брифингах рассказывал что очень многое деле практически даже все сейчас что происходит с долларом опирается на одну идею насколько участники рынка готовы закладываться под потенциальные решения федрезерва в сентябре что ставка будет повышена на 75 боесных пунктов и всегда я рекомендую смотреть на инструмент фэдвотч который дает объективную картину того как меняются эти настроения так вот после выступления паула который состоялся в пятницу вероятность повышения процентной ставки на 75 боесных пунктов перевалило за 70 процентов я думаю что если я в сентябре вот сейчас предстоящий отчет на фармферлс который будет пятницу потом еще данные по инфляции за август если они опять же усилит возможность того что фрс стоит будет действовать жёстче то скорее всего мы действительно получим третье уже по счетам повышения процентной ставки на 75 боесных пунктов и я уже был готов поверить прогноз сакс банк о том что индекс американской валюты будет в районе 120 130 пунктов хотя с текущих значений опять же глядя на прогноз 120 пунктов когда собственно этот инструмент катируется в районе 109 кажется что это слишком круто то есть это больше 15 процентов рост для индекса американской валюты который обычно вяло ходит даже с учетом насыщенного новостного фона ну все может быть я думаю что не стоит никому повторять что на рынках сейчас такие условия что происходит как раз то что вообще не должно было происходить то во что мало верится ну вот такая реальности на рынках мы должны к этому приспосабливаться давай-ка демонстрация крана тогда я сегодня хочу предложить несколько сделок в принципе тему про индекс доллара я уже затронул но только лишь момент сейчас по 914 мы видим по индекс американской валюты это максимум больше чем за на 20 лет а комментарий для тех кто хочет залезть какой-то инструмент без свопов на долгосрок я думаю что можно даже покупать с текущих уровней и я согласен с прогнозами а вэлс фарга а морган стендли что пока американский регулятор не увидит подтверждение в виде снижения базовой инфляции базовой инфляции это важно без учета цен на энергоносители и продовольственные товары а ставка будет постепенно расти а политика будет оставаться жесткой по мнению вэлс фарга в принципе до конца этого года можно смело вообще покупать индекс доллара но конечно если выкуп идет после коррекции эта сделка имеет больше потенциал на рост на хаях покупать опасно но мы видим что индекс доллара в принципе каждый месяц растет и эта тенденция скорее всего сохранить по европейской валюте сейчас котировки 0.9947 уже привыкаем к тому что евро ниже паритета и я думаю что это в принципе до конца года будет то чем нужно работать вопрос только в сколько теле может евро еще просесть я пока что сторонник того что дно еще впереди хотя качестве такой среднесрочные теле долгосрочные цели вижу что евро может провалиться там не к уровню 0908 хотя есть такие прогноза 097 вот где-то там мне кажется достаточно будет чтобы уже несколько снова переосмыслить свои отношения к европейской валюте снижение евро понятно это главная причина все-таки углубляющийся энергетический кризис мы знаем что в конце этой неделе то есть переходе с августа на сентябрь сроком на три дня будет приостановлена работа северного потока 1 то есть это значит что поставки газа в европу будут полностью прекращены ну не полностью не полностью не согласен по данному по данному газопроводу правильно потому что есть еще другой газопровод ну я про другие поставщики про других не говорю и в принципе про касаются львиной часть и срока три дня ну не знаю в итоге посмотрим насколько это будет правда будет ли этот срок перенесен хотя я допускаю что возможно сам факт приостановки северного потока вроде бы как в результате того что нужно отправить единственную еще работающую турбину на техническое плановое обслуживание срок это приостановки может затянуться на несколько недель несколько месяцев и в результате этого конечно же газ который сейчас растет и рост этого контракта стоимость как раз это и есть дата следствие ажиотажного спроса на фоне наличия вот этого риска что объемы поставок могут очень сильно сократиться и через какое-то время как правило есть такое понять как временной лаг как влияет стоимость на энергоносительный показатель инфляции этот временной лаг примерно на три недели и рэ чуть больше месяца то есть после того что мы видим сейчас на рынке газа я почти уверен что через месяц то есть когда мы будем анализировать сентябрьские или октябрьские данные по инфляции индекс потребительских цен еврозоне превысит 10 процентов и на этом фоне как раз я сторонник того что долгосрочный евро может лежать еще качестве сделки на продажу и не сомневаться в том что уровни будут ниже как и откуда продать я бы предлагал посмотреть сейчас снова назначение паритета такой психологический рубеж там один единица ровно один десять пятьдесят вот в этом диапазоне залазить об шарты с топом один одиннадцать один одиннадцать пятьдесят это как раз в расчете на то что после теста повторного сопротивления единица паритета продавцы снова смогут перехватить инициативу и с учетом всего фундаментального негатива отправить евро ниже да и по динамике мы видим по часовой четырехчасовой если анализирует таймфрейм что после небольшого выкупа все-таки тенденция остается нисходящей ралли медвежа продолжается так по поводу британской валюты здесь в принципе фунт аутсайдер сети уже прогнозируют что паритет мы увидим и по этой валютной паре паритет крутоват конечно же это 1700 пунктов практически текущих значений ну вот 115 так же как в ситуации с евро я сторонник того что пара может просесть а еще где-то на пару фигур ситуация с фунтом похоже то есть цель 115 это мой основной приоритет и я рекомендую заходить в пару фунт-доллар то есть продажу через отложку целый примерно с уровня 1 1750 то есть можно прям взять этот уровень стоп-лосс поставить 1 1810 и ждать соответственно пару в районе отметки 1 15 напомню что инфляция была значна в англии и эксперты сити анализируют сейчас рост цен на тариф на электроэнергию прогнозируют что с учетом предстоящего повышения цен в октябре в сентябре в октябре в ноябре среднее домохозяйство британской будет тратить на коммунальные платежи порядка четырех пяти тысяч фунтов в год и это приведет к тому что инфляция может превысить максимум 1979 года это примерно 18 19 процентов конечно же английская экономика который уже находится в рецессии это усугубит процесса более длительного нахождения в периоде экономического спада и я допускаю что может быть британская валюта будет таким же серьезным аутсайдером как и евро ну пахнутую ситуация интересна тем что мы следим за политическим фоном и непонятно как в каком формате все завершится кто придет в итоге власти можем конечно рассуждать эту тему но какие решения будут приниматься последствия потому что сейчас мы видим что власть переходит к новому премьеру после скандала с предыдущим в крайне непростой среде и экономических условиях поэтому эта турбулентность скорее всего сохранится и уж тем более фунт не нужно поддержать длинных позициях и пару слов буквально про рынок нефти здесь просто комментарий что нужно дождаться заседание опек она состоится на следующей неделе до этих пор лезть в рынок не стоит но я думаю что после сейчас участившихся разговоров что салдустская аравия и страна опек могут даже сократить объемники добычи эта тема будет способствовать росту цен на топливо но наверное залазить в бренда раньше чем там закрепление этого актива выше 100 долларов за баррель не стоит поэтому предлагаю пока понаблюдать на забой находясь и сделки уже тогда будут на следующей неделе виталий слова тебе видно рабочий экран так всех приветствую давайте пройдемся по пути миде я в принципе я с тобой согласен потому что сказал по рынку напомню что у нас изменился график выступлений с тобой раньше выступали понедельник среда на текущий момент будет только одно выступление по понедельник будем давать какие-то на неделю если идеи хорошие такие хорошие идеи если идея скажем нету каких-то хороших точек вода я это буду говорить и это ложки давать и так далее чтобы не терять связь напомню у меня есть канал подписывайтесь все данные по телеграму сайту по личку пишите если какие то вопросы интересуют принципе все по организации и так по индексу доллара в принципе я с тобой согласен как я сказал еще две недели назад когда мы выступали с тобой я аналогично был за покупку индекса доллара в принципе мы вот эти две недели как раз этот рост и отработали и продолжится ли этот рост дальше в принципе возможно да но чем выше мы покупаем да тем понимаем что риск какой-то внезапной технической коррекции или или не внезапные после выхода новостей формирование чего-то нового рынок может и на коррекцию поэтому это нужно понимать когда вы покупаете рынок у нас был тренд коррекция на месяц длилась мы купили эту коррекцию по тренду да это одна точка одна стратегия покупки да когда мы покупаем на максимум от тренда скажем я такое не сильно люблю но в принципе если тренд реально хочет проси без откатов в принципе может эта идея сработать это нужно учитывать для тех кто будет торговать но в принципе повторять индекс доллара и евро я не буду я становлюсь на паре доллар франк и в принципе так и две недели назад говорил по евро и индекс доллара я вкратце я поддержал не дублировал идею доллар франк скажу более конкретно я покупал и сдавал совет покупки на этих минимумах почему я люблю торговать при хорошей торговой модели контртренд так как можно словить хорошую коррекцию или развитие нового тренда там стоп лосс был небольшой где-то 40 пунктов если не ошибаюсь мы здесь словили хорошее соотношение 5к домов даже больше на текущий момент в принципе текущих прям на хаях я бы не покупала в принципе как ты я бы тоже такое поставил или даже лесенку лимит в формате вдруг не будет этого отката такого сильного ну давайте где-то примерно на 96 0 96 50 поставим и лимит бай да и если чуть-чуть откатить где-то в район 96 так скажем 20 тоже там докупиться с общим стоп лоссом за пятничный минимум это у нас получается 0 95 70 70 поставим сюда стоп лосс если уже сюда будем рынок сходит к этой точке то здесь уже будем ну смотреть наблюдать возможно менять прогнозы конечно исключая рынок может из текущих наверх но не люблю я на максимум покупать кто не успел там пятницу купить придется ждать поэтому пока по доллар франк у меня такая идея принципе здесь такой тренд локальный неплохой мы по другим инструментам в принципе там все отросло падала ну по нефти если мне мнение но она конечно такое тяжелое в принципе я бы рискнул купить нет ты говоришь выше 100 если закрепимся да возможно будет лучше у меня есть мнение что возможно у нас идет развитие какого-то локального импульса и коррекция которая была по нефти четверг-пятницу она возможно закончилась и мы здесь или секущий будем растение еще там чуть-чуть протонуемся день-два и дальше рост продолжится поэтому покупаем секущих 99 70 если немножко катить вниз там возможно закупиться с общим стоп лоссом за пятничный минимум ну 96-60 условно там или 96 50 можно поставить и рассчитывать на какое-то более сильное развитие коррекции по нефти возможно вплоть до уровня там 106 ну там 106-107 уровень сопротивления достаточно сильный это локальный максимум плита которая была в июле текущего месяца это что касается нефти принципе аналогично там light я кстати раньше в основном торговал только light брать почему-то почему-то не любил вот со временем понял что просто нужно смотреть две марки почему потому что иногда что-то более красиво рисует технически что-то иногда light в таком формате есть в них небольшая корреляция редко но бывает ну по другим активам там металла в принципе ничего добавить не могу там все валится в принципе какие рискованные активы все смотрится в шорт конечно на минимум я такой не люблю торговать почему-то золото не работает сейчас защитный актив против вентиляции я думаю это просто это связано с тем что на рынке есть такая тенденция есть рискованные активы они все взаимосвязаны через наш рынок репо когда у тебя есть основные позиции да ты этот залог покупаешь какие-то другие активы но как мы замечаем 50 500 там или нас так работать с криптовалюта через рынок репо в основном ходит и поэтому если ребята сидят чем-то одном рискованном если она валится то валится и все наверное если рынке будет дальше так сливать то но крипта в принципе она на минимума здесь неплохо получилось у меня кстати крипту вот это движение которое у нас было наверх последние два месяца я это рассчитывал как коррекционное движение и пытался на этих максимумах локальных несколько раз ловить и в принципе последний раз получилось потому что предыдущие там локально ходили дальше по избытку вот текущая неплохо идет вниз ну и смп500 аналогично здесь на минимумах шарки у меня кстати в своем канале публично я ранее анонсировал помимо всех банков которые прогнозируют там снижение здесь неплохо по s&p 500 у нас 200 и средние скользящие мы четко толкнулись у нас видно что вот этот тренд который у нас длился последние там несколько лет он был выше 200 это красная линия а сейчас у нас последние там полгода мы четко уже формируем какой-то нисходящий тренд и вопрос будет ли она просто с текущих падать ну сложно сказать то есть это пальцем неба возможно через какой-то коррекции но вот этот буфер сопротивления 200 и средний скользящий последующих своих прогнозах или кто там торгует трейдов смотрите возможно мы еще раз туда подойдем если будут какие-то хорошие паттерны шорп используйте возможно у нас произошел перелом тренда мы не исключаем какие-то ложные выносы этой средний скользящий но в принципе у нас возможно пошел какой-то нисходящий глобальный тренд помимо всех таких с инфляцией проблемой да она мне кажется как-то на второй план чуть-чуть отошла а больше сейчас там смотрят за китаем да там рынок недвижимости слова вируса какие-то да там темпы роста там достаточно низкий идут поэтому будет очень сильно все валится я думаю до 2023 года нам недалеко но этот год я думаю коллапса что что Китай это просто рухнет и вот эти все как их тик ток тик ток инвестора вот эти все гуру блогеры да которые там вот инвестируйте очень хорошо заработать и да это все работало это все работало когда рынок рос там любой мог завести свой инстаграм блок или тик ток блок и набирать портфель и это все там росло сейчас я думаю это все глобально закончилось и мы пойдем очень по эпике это только начало конечно это не сегодня начнется так как павел выступал джексон поле катницу ну рынок отработал это движение возможно чуть-чуть по утихнем все ожидают повышения ставки и как это рынок интерпретирует с экологические точки зрения фундаментальный очень сложно сказать она может уже отработала и дальше пойдет коррекция поэтому я лучше люблю скажем смотреть технически есть картинка понятно я говорю нету скажем это все есть риск попасть на сильную коррекцию поэтому стартим евро покупаем франк скажем покупаем нефть возможно идет развитие коррекции вы рискованы активы все в шорт только на минимумах я пока вверх спасибо видали за сделки комментарии точку зрения ну что следим тогда эта неделя но он фарм фэрл соответственно следующий уже понедельник с тобой обсудим то как этот отчет повлияет на доллар на вероятность повышения ставки на 75 байс на фунт в сентябре да и в целом сетя бы уже почти наступил поэтому можно уже готовиться к заседанию фид резерву как первый такой следующий важный фундаментальный повод для всех финансовых и тебе виталий удачной торговой сессии соответственно все недели следим сделки у нас в принципе прогнозом совпадают поэтому топим за слабость рисковых активов и усиление позиции доллара спасибо тебе пока